По данным прислужбы ГИБДД, по итогам прошедшего года на территории района зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 42 человека, 180 получили ранения. В сравнении с 2015 годом отмечается снижение количества как дорожных аварий, так и количества их жертв. Однако в новогодние праздники резко возросло количество водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом они подвергали свою и чужие жизни серьезной опасности. О дорожно-транспортных происшествиях в праздничные дни расскажем в нашей постоянной рубрике «Дорога – территория закона». Вместе со снижением общего количества дорожных аварий и пострадавших в них граждан, по итогам прошедшего года уменьшились показатели, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, в которых пострадали несовершеннолетние. Таких ДТП зарегистрировано 24. В них погибли два ребенка. 24 получили ранения различной степени тяжести. Самой частой причиной дорожных происшествий в уходящем году является несоблюдение очередности проезда. Оно привело к аварии в 38 случаях. На втором месте – управление транспортом в нетрезвом состоянии. 22 случая. А третью позицию в печальном рейтинге разделяют выезд на встречную полосу и нарушение правил дорожного движения пешеходами. По 19 случаев. За год сотрудники ГИБДД выявили почти 13,5 тысяч нарушений административного кодекса. Это число превысило прошлогодний показатель больше, чем в два раза. Решением суда лишены водительских прав 264 белореченца. Наложено штрафов на общую сумму более 17 миллионов рублей. Дорожной инспекцией по выявленным недостаткам в работе дорожных, коммунальных и автотранспортных предприятий были выданы 69 предписаний, привлечены к административной ответственности 89 должностных и физических лиц, а также 12 учреждений и предприятий района.